Привет всем любителям парных танцев! Это Алмаз Эль, и сегодня мы продолжаем делать обзор моих танцевальных джек-нжилов. Сегодня у нас на обзоре мой первый джек-нжил, который произошел на фестивале Russian Open в бородатом в 2010 году. Значимость этого джек-нжила в том, что на нем я... Я не сбивался там с ритма, с тайминга, я даже выдерживал тайминг анкеров и начало первого шага, но было три замечательных момента, четыре возможных. Первое, значит, я делал очень кривые кавалеристские ронды, и я ребятам показываю это видео, когда объясняю, как мне стоит их делать. Второе, моя свободная рука чаще всего была занята тем, что держалась за живот, видимо, мне было плохо. Третье, моя правая рука в закрытой позиции находилась не в удобном... Ну, на тот период в удобном варианте контакта с партнершей, но по истечении 10 лет я понимаю, насколько это неудобно, нефункционально, и фактически я просто хватал партнершу к себе. Ну и, наверное, четвертый момент, будучи самым умным танцором, прямо на ходу на соревнования можно было начинать шаблонную фигуру, а потом ее менять таким образом, чтобы партнерша была удивлена. Давайте начнем. Музыка начала, неплохая растанцовка. Как вы видите, где находится рука. Прямо хватает всю лопатку. Пасывает актер, широкий рун, вот они, кривые кавалерийские ноги. Ан-даран! Заметили, где находится рука? Обратите внимание, после поворота особенно это происходит с правой рукой. Левая рука, почему-то действительно хорошо, вот правая взяла за живот. Выдержали анкер, начали идти дальше. Все, дело потише. Поворот, рун, рун. Мои любимые анкеры, когда делается кросс на первом шагу и на третьем шагу мы выходим в анкер. Но это так неудобно. Окей. Смена направлений, структура, выход из уифа, развернув партнершу. Раз, два. Никакого шага назад, но дополнительные повороты. Наконец, условно музыкальные фразы. Вот она, санатка через кросс. Ровный, 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 окей. Хороший рун здесь, но дальше снова. Высокие руки, полуприсед в ногах. Многие работают быстрее, чем мозг, и работают быстрее за счет того, что двигается свободная нога, а не работает от полчковой. Вот такая ладонь хватает в партнершу целиком. Ронды широкие, вытянутые руки слишком высокие. Это была первая мелодия. Обнимашки, разумеется. И подготовка на вторую мелодию. Нам тогда обновисах еще давали две мелодии. Посмотрите еще раз. Плечи вылезли, выключились, тело, они находятся на верху, особенно после куши перед ровным гонком каким-нибудь. Выдерживание акцентов с моей стороны логичны. Для судей вероятность не совсем. Разворот. Широкий ровный, куда-то тянутся ноги. Я, кстати, тогда очень сильно летал, потому что полускользил. Прям было жутко. Это были туфли на коммунике Стандарт. Опа, мы попали в акцент. Смотрите, разумеется, поддерживает. Очередная смена схемы, разворот. И вот, что за корявая обнимашка. Ну, а разворот попаданий типа в акцент. Запястье крутится. Меняю структуру, как помню. На тот период, если не ошибаюсь, быстро, у меня было что-то порядка, ну, год, может быть. Изменение структуры. Отлично просто. Ну, и зажато. Видите, где рука находится? Где рука находится? Не делайте никогда так. Вот на этом мы, собственно, и закончили танцевание. Друзья мои, постарайтесь не делать кавалерийские ноги. Если у вас ронды получаются условно-кривоватые или по-кавалеристке, тренируйте, ходите на занятия, берите персонал ваших преподов или изучайте. Свободную руку, пожалуйста, не хватайте за живот. Куча вариантов есть, что делать со свободной рукой. И не только в искусстве, в разных танцах. Хват, закрытые позиции. Не стоит делать супер закрытых обнимашек в плане, если ваши руки и плечи, и локти находятся высоко. Они все работают снизу. Через солнечесплетение и через ноги. И, ко всему прочему, неожиданные смены структур, как говорил Артур Радзиховский, лучше делать те, которые ты сотни раз проработал на вечеринках с сотней других партнерш. А повысить вам квалификацию помогут преподаватели. Преподаватели из Санкт-Петербурга, которые будут в Казани 15-16 февраля на ВКС Love Weekend. И, ко всему прочему, весной, в марте 13-15 вы можете поехать с нами в Уфу. Ну и увидимся в Уфе на фестивале Кусь. Хорошего всем вечера.